А почему раньше пора варить, а сейчас нет? Мне надо, чтобы он женился на такой голубке, его отдельно в клетку, а голубь в три чередня он ее приговорит, она уже его будет. И тогда выпускаешь, и они отдельное гнездо делают. А сейчас только выпустил, а они опять разошлись. И женятся не на той, на которой мне надо. Он говорит, а почему раньше так не было? А вот что означает российский флаг? Так, что-то я не понял. Что означает российский флаг? Ага, российский флаг. Я неоднократно выступал, об этом говорил. Еще российский флаг. Вот смотрите, вот это вот белая закладка, видите? Вот это синяя, вот это красная. В таком порядке находятся полосы на флаге. Нижняя, красная. Причем российский флаг для всех наций, для всех народов, для любой эпохи, для любой веры. Он вненациональный. Это единственный в мире флаг. Красная полоса означает кровь. В крови рождается человек и с этим умирает. От коры до центра земля пропитана кровью. Вот эта красная полоса, это означает кровь, борьба, страдания, взрывы, все, что есть. Это во всем мире всегда было. Вторая синяя полоса, это память о небе, чтобы человек помнил, живет не для этой жизни, для вещества. И третья белая, это престол Божий. Белый перед престолом Божиим. Белый свет означает суд Божий. Суд Божий будет у мусульман, суд Божий у буддистов, у христиан. Вот что означает наш трехцветный российский флаг. Такого флага нет нигде. Он берет, показывает земное, замысел о небе и суд Божий. Можно я задам один вопрос? Я вот, меня всегда волнуют мысли. С одной стороны, Иисус Христос, Он родился в Израиле и благословил, так сказать. И вообще Израиль благословенный народ. Да? Да. С другой стороны, они же Его и претуют. Так же? Вера у них с нами разная. И вот я хочу очень, у меня одна единственная мысль, мечта в моей жизни. Поехать в Израиль, в гробу Господню. В Иерусалю? Да. Вот с внучкой хочу поехать. Как Вы считаете, вообще-то не противоречит же нашему православию? Ну, в первую очередь, кто такой Христос? Христос есть Бог. Бог, воплотившийся через Деву Марию. Израильский народ, кто такой? Богоизбранный народ. Если хотите иметь благословение, благословляйте этот народ, чтобы они обратились к Богу. Никогда не проклинать евреев. Никогда. Иначе у Вас благословения не будет. Вот они обобрали весь мир, они все там, что бы ты ни сказал, все правильно будет. Но благословляй и все. Перейди через личные эмоции. Дальше. Хотели бы в Израиль. Мне неоднократно предлагали бесплатно посетить Израиль. Мне он не нужен. А зачем? Что надо, я и так знаю. Я ничего там не приобрету, если я поеду туда. Там Ленин на аэродромах или еще где-то. Израиль не принял Христа. Вот вся суть. Написано, Христос пришел к своим, и свои не приняли. Иван говорит, я на 1,19. А принявшим Его, уверовавшим Его, независимо от того, в Ростове, в шахтах ты находишься, или в Барнауде, дал власть, власть быть чадами Божьими, быть детьми Божьими. И дочь Его, а в Израиль не ехать не за счет. Совершенно. Нет, так все-таки Израиль не принял? Не принял. Но однако Павел принял, Петр принял, Иоанн принял, апостолы все сейчас приняли, а Иоанн и ожесточили. Все разные. И русские не все приняли. Израиль это Бого избранный народ в Аврааме. И с этим надо согласиться. Вся Библия от ивреев. Библии бы не было, меня не было, я бы был другой. Наши имена наполовину еврейские. Кто говорит, ну вот другое дело, там Иоанн и Мария русские имена. Иоанн и Мария оба имени еврейские. Оба еврейские. Почему? Почему? Ну Павел, почему если оно еврейское имя? Павел переводится по-русски Малый. Малый, маленький. Вот и все. Петр, Камень. Это все еврейские имена. У меня имя греческое, Игнатия, означает неизвестные, неведомые. И в латинский перевод огненный, пламенный. А вот у нас Матвей. А? Матвей. А вот Матвей сейчас сходу-то могу и не сказать где-то. Я раньше все имена отвечал, сейчас давно нет еще. Матвей, это апостол был первый. Это еврейское имя. Конечно, но Матвей. На сто процентов. Да. Анастасия. Анастасия? Воскресшая. Гришеская. Воскресшая. Когда апостол Павел говорил о воскресении из мертвых, то они поняли, что он проповедует новое божество Анастасия. Они не поняли даже. Анастасиос. А Екатерина? А? Екатерина. Вот Екатерина, что-то там где-то как опочтенный где-то. Могу здесь не совсем точно сказать. Зинаида там жизненная. У каждого имени есть исток. Русских имен или славянств где-то три-четыре. В первую очередь Владимир. Ярослав. Владимир. Ярослав. А нет такого имени. Ярослав. Ярослав. Князь Ярослав. А где? В него крестили? Ярослав. А оно есть, но в святцах его нет, я говорю. Да? Да. Свят, Ярослав. Да, более слав другие. Их нет этих имен. Нет, да. Просто нету их. Вот вы придите сейчас и скажите. Я хочу, чтобы меня или дочку мою покрестили и назвали ее Инна. Никогда священник не будет. Потому что это мужское имя Инна. Или Рима. Рима это мужское имя, а у нас женщина называет Рима. Да, да. Вообще казус какой. А Таисия? А Таисия? Таисия? Таисия это грешеское, я знаю, имя Таисия. Просто давно не занимаюсь, сейчас не могу точно сказать. То ли тихо или что-то в этом. Вот Галина я знаю латинское имя Тишина. Лариса Чайка. Просто Чайка и больше ничего нету. А раньше как называли? У матери нет детей. И она долго просила у Бога ребенка, и ребенок родился. И она его назвала Вы прошили у Бога. А по-еврейски это звучит Самуил. 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 Вы прошили у Бога. Ну и ребенок родился, и они говорят, да, только для Бога. Никто как Бог. Никто как Бог. А по-русски звучит Михаил. Это из трех слов состоит. Михаил. Вот почему он Горбачев и должен был прийти. Никто как Бог. Совершил разрушение. А в Библии же есть что придет меченый. В Библии есть что придет меченый. Нет такого Библии. Меня много раз спрашивали. Я читала. Такого слова даже и нету в Библии вообще. Меченый. Охота что было? Нет его. Там говорится об Архангелии Михаиле. Я читала личное самое. Меченый. Вам сказали люди не знающие. Нет этого Библии. Нету совсем. Вы просто смотрите из памяти. Этого нет. Я с вами говорю человек, который знает Библию. Я скажу где это написано 7 глава День Даниила об Архангеле Михаиле. А правителей нету. Но что он должен был быть? Это понятно. Он должен был быть. Потому что первый царь в России был Михаил из дома Романовых. В мире все повторяется на три раза. Царь Николай отрекается 2 марта в пользу Михаила. 3 марта Михаил отрекается. И 3 Михаил приходит который разрушает этот кондомерал. В государственном масштабе. Поверь, князь Владимир крестит. Приходит Ульянов раскрещивает. И приходит теперь третий Владимир приведет к антихристу. Какой Владимир? Полтин. Видим какой. Третий Владимир. Никуда ты не денешь? Третий. Третий. Первый князь Владимир никто не отрицает. Ну что пришел Ульянов все раскрестил тоже Владимир с двадцатью. Он фамилии менял там 70 или сколько раз. А уже имя-то его никто не менял. Вон Володя был остался. И третий Владимир куда он приведет. Тогда что третий так? Что вообще? Ну сегодня по крайней мере есть Владимир? Да. Ну а что вы говорите что он третий? Ну никто не знает куда он приведет. А не знаем куда он приведет. Я не гадаю. Я не гадаю. Я просто говорю что в истории трижды повторяется. Михаил далеко понятно а теперь Владимир. Михаил в плане государственном Владимир в плане религиозном.